Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский, Юлия Онежко, и приятный Ильдар. Наконец-то мы сопьёмся. Долгие годы мы шли, дегустировали всё более и более дерзкие алкогольные напитки, и вот, наконец-то, мы добрались до жемчужины русской деревни. Я бы даже сказал, русской души и белорусской. Ильдар, не обижайся, сам Макгон. У нас здесь три экземпляра, которые я достаточно долго собирал. Это самогон Бабушкин. Хочу понюхать. Сделанный в домашних бабушкой. Знаешь, меня тяжело удивить, потому что я пробовал самогоны. Стархуны, кока-колы, дыни, арбузы, всего. Ты к Тимофею ездил? Он приезжал сюда, так сюда, и всё пробовал. Пахнет неплохо, слезы пошли. У нас сегодня немного... Серьезно? У нас сегодня немного не такой ролик, что мы пробуем необычные самогоны. Мы как раз попробуем сравнить самогон Бабушкин и самогонки, которые нам подогнали из Мирбира. Ослепнем, не ослепнем. Это самогон из яблок, сделанный по самым современным технологиям. С дистилляцией, ректификацией. Вот эти как-то мне объяснялись. Самые современные технологии. Ты покупаешь спирт, размешиваешь с водой, клеешь марки. Нет, там типа... Нужно подставную фирму, чтобы не судиться ни с кем. Российские технологии. Короче, нужно... Самогон вообще нельзя продавать. Ты его можешь только подгонять. Но! С помощью помощника депутата Леонидоватского мы принесем самогон в массу. Нет, там проблема в том, что самогон нужно... Его же как бы сертифицировать, понимаешь, чтобы людям продавать. А так ты делаешь для себя. Я стану лицом марки за 50% с прибыли. А вот так у сына кручу и такой, типа, в этой кукурузной шляпе. Но ты, в принципе, можешь купить абсолютно легальное самогонное оборудование и начать гнать самогон. А еще ты можешь дать мне, блядь, закончить. Короче, этот у нас зерновой. Самый чистый. Срезанный верха, низы, как они, хвосты называются и что-то еще. Это из яблок. Больше похож на кальвадос, типа. Кальвадос, это такой, типа, яблочный самогон. Кальвадос, говорит. Да мне поебос, как там, кальвадос, не кальвадос. Это совершенно такой, как бы, деревенская модель. Здесь нету всяких... Бабка сходила в туалет, блядь. Это Юра сходил в туалет. Похоже, да, на мою... Подпольная кликуха бабка. Короче, мы сегодня попробуем ответить на главный вопрос. Какой самогон лучше, сделанный с любовью для внучка? Либо сделанный по самым, да, современным технологиям. И поделимся, так сказать, впечатлениями. Начнем с бабушкиного самогона. Я думаю, что можно по очереди. То есть один профессиональный, потом бабушка. Не, я считаю, все должны пробовать изначально один, чтобы обсуждать. Вообще интересно. Бабушки с возрастом, как вообще люди с возрастом, они все менее тщательно относятся к гигиене. И вполне возможно, что... Серьезно, чувак? Я знал кучу бабушек, любая из них относилась к гигиене тщательнее, чем я. Да, чувак. Может быть, ты, бабушка? Ты нас обманывал с этого речи? Нет, у меня такое с детства. Я ненавидел мыться, меня силой заставляли мыться. Да, то есть ты как бес кричал, шипел. Я хотел в футбик играть, а мне кричали, ванна набралась там идея. Я такой, нет, не хочу, отстой, быть чистым отстой. Потом 20 лет спустя Юра такой, пацаны собираем на джакузи, я все переоцениваю. Вот только джакузи меня не спасло. В джакузи прикольные эти пузырьки, а обычно... Папушка такая, Юра, джакузи набрала. И с новогодней, с новогоднейшкой. А Юра в фифу в чипсах, блядь, лежит весь такой хуярит, блядь. А зачем мы все, если ты весь в чипсах? Я как человек непьющий, который... Ну, в принципе, у меня нет причин пить. Я не тусю. Я не тусю. И не бухаю. Ты еще скажи, типа, я счастливый человек, у меня нет причин пить. Как человек непьющий, вот так вот делаю, не чувствую запаха спирта. Он есть, но очень-очень слабый. Слабее, чем, например, в виски или в... Ну, по моему опыту, бабушкины такие самогонки, они отличаются именно тем, что они, как правило, настояны на чем-то. То есть, если тут, видишь, он какой, как слеза прозрачный... На валерьянке, блядь. Бабушки обычно используют всякий золотой ус, вот такие хип... Когда дед умер, блядь. Нет. У деда святой ус. Нет, там всякие на календуле, на этом, на чем-то настаивают, понимаешь? Там оказывается, что травка какая-то... Я самогонку пил. Короче, главное, чтобы это не первач, потому сейчас кто-то может блевануть, если первач надеть... Давайте Юра... Вроде, вроде сказали не первач, но этим бабкам тоже... Юра не любит блевать, от запахов его легко прям. Фу. Ну, какой, да? На вкус странный. Пофель вкуса нет? Пофель вкуса есть. Есть травянистая какая-то. Ой, ебать. Пизду, блядь. Какая воничая хуйня. Ильдар прям... И он еще такой... Я, говорит, пил самогон. Ну, такой я не пил никогда, блядь. Это пиздец. Да ладно тебе. Дики нахуй. Он какой-то газированный. Нет, не дикий. Дальневосточный. Дальневосточный. Ну, Ильдар, не, я прям... У вас, наверное, в Беларуси только на картошке. Самогон. У нас барш. Слез, блядь. Девочек, блядь, делается. Чистый, прям. Он кисленький и как будто бы чуть-чуть газированный. Непонятно что. Но не такой крепкий, как может быть самогон. Ну, он в Беларуси, по-моему, градусов. Который... Не, ну, он прям пиздец, я хочу сказать. Пацаны, не, я не знаю. Ну, тебе что не понравилось? Слаз, конкретно. Слишком много градусов. Давайте объективно. У него очень жесткий вкус, но после вкуса какого-то такого, типа, что тебе хуёво, тебе там дошнит. Я пил татарский чувашский самогон, это ну так. То есть, как бы... То есть, ты больше алкаж все-таки. Я не алкаж, я просто пробовал, от него нет ничего такого жесткого. Ну, легко пьется? Легко, ну, тебе не прошибает, ни нос, ничего. Давайте попробуем еще по одной. Бля, можно? Бабушки. Ну, нет, Ильдар, ты самый здоровый кабанино. Давай, блядь, я умру нахуй, Юра. Живи. Я его пил в 9 утра каждый день, пока я был в Владивостоке. Можно я сам себе налью? У меня с этого начиналось утро, блядь. Он прям, он прям с такой уверенностью говорит, будто это хорошо. Ильдар, да не переживай, я его каждый день пил в 9 утра. А, Андрей, я тоже. Чем ты там занимался? Я хмурого каждое утро хуярил по Вене. Типа, все нормально. Мы с братом ставились, это вообще не опасно. Он меня поставил. Так, команда. Ой, блядь. Бля, пацаны, что ебнулить, я умру сейчас. Давай чуть-чуть, колбаски надо взять, колбасочки возьми. Ильдарчик, возьми, закуси. Я водой запью лучше, блядь. Нельзя так больше накроет, нельзя запивать напитки водой. Разнесет. Да, чувак. Колбаски возьми, закуску жирненькую, давай. Не самогона, а каких-то трав непонятных. Ну, это настой, понимаешь? Типа, вот в большинстве случаев настой помогает как раз скрыть негативные такие спиртовые нотки. Интересно, здесь... Да, ну вторая лучше пошла. Опротивился. Потихоньку как бы. Вторая пошла лучше. В целом, достойно. То есть от такого самопала обычно ожидаешь чего-то больше. Да, плохо. После второй уже... Да, наливай, все. После второй уже вообще поюбая. Мне понравился бабушкин самогон. Я бы его оценил где-то, ну, на четверочку, три с половиной. Мне не понравилось именно... Вкус его, не понравилось. Вкус травянистости. После вкуса травянистости, как будто я пью что-то, что не нужно пить, как будто это техническое... Да, организм обторгает нахуй. Ты заливаешь, что не надо, нет, не делай. По сути-то ты частично прав, самогон определенный не нужно пить, особенно растущему организму, блядь, или беременным женщинам. Да, блядь, вообще пить его. А что это, кто-нибудь хочет сеть под шубой, или что мне там... В блюблике инстинкт балошки прессия. А может это, что вы сидите и не кучаете, я селедочку под шубой. Я сейчас такой, я в подвал спущусь, у меня там загадочки, блядь. Блядь, эти ёпты, грибочки, грибочки, пацаны, а кому это? Я же правда как-то... Соленица. Это только не сеть, а, нет, или сеть. Я так понял, только ты хочешь. Винегрет, наверное, просто какой-то. Нет, смотри, это селедка. Руками будет чаять, да? Вилки, точно. Я предлагаю перейти к кристально чистому варианту, как слезинка. Согласен. Мне так, по крайней мере, заверили в Мирбире. В детстве мы пили самогон, мы вообще ничем не закусывали, потому что у нас денег ни на что не было. Но люди, которые смотрят, они, если это смотрят, не просто посмотрят. Я сам себе чуть-чуть налью просто. Ничего нет, нельзя наливать крепкие алкогольные напитки меньше, чем грамм сорок, короче, потому что не рассветаешь. Так алкобард сказал ваш соотечественник. Алкобард алкоголит. Да, поэтому он и авторитетный источник. Давайте колбаски берем. Можно мне, пожалуйста? Вот этот вот под технологией здесь абсолютно ничего лишнего. Он не из яблок, не из чего. По-моему, он даже из сахара. Вот самый классический самогон, который можно сделать. Просто купить несколько мешков сахара. Вот этот вот перегонный куб. И как самогон. Ну, прям очень легко и очень чисто. Знаешь, если его прям нюхать? Привкусов меньше намного. Чисто идет, легко. Ну, это вообще все проигрывает вискарю дорогому или коньяку. Прям вот вообще проигрывает. Это самогон. Вискарь, начиная, погоди. Я представляю, Юлик, прикольно, что я в какой-нибудь, знаешь, публичный дом на вокзале и так. Вы знаете, конечно, на Барвихе-то, тёлки. По-ухоженее. По-ухоженее, да. Просто вискаре, начиная от тысячи, уже лучше, чем самогон. Даже самый чистый. Вам не стоит тысячу. Нет, самогон. У него минимальная себестоимость. Просто покупаешь сахар, вот. Ну, вот вам интересный факт. Мы дегустировали с Юрой от тысячи уже лучше, чем самогон. Да от тысячи лучше, чем почти все, чувак. Это дорого. Если бы ты сказал от двухсот рублей, блядь, Юфта, откуда люди... А Хэноси Иксо, который за тридцать пять вообще так легко пьётся, вы бы знали. Ты, наверное... На день рождения... А я знаю, знаете, знаете, как легко пьётся? Так, что меня не угостили, блядь. Оно настолько легко, что никто даже не подумал, что можно было бы немножечко в бутылочку, знаете. Ну, и он настолько легко пьётся, что Юра даже не попробовал. Так, давай продегустируем Хэноси Иксо Экстралот. Давайте, за ваш счёт, ребят. Я за ваш счёт, бабушка, бабушка и Мербир дали самогон бесплатно. Номер каждого. Всё, Юрик менялся с трёх стопок, блядь. Не, ну... Я вот... Кто-то, знаешь, будет Хэноси знать, дохуя Винегрета, блядь. Миска. Кабан, блядь, пожаренный нахуй. С ногой, блядь, я из ушёл. Каждый будет искусировать бутылку, блядь. Юрик будет как Кана в Мортал Комбате, директор. Меред, кто пришёл нахуй. Ну, короче... Про самогону. Про самогону, да. Этот намного чище. Но, вот гарантированно ли это лучше? Вот зря вы так рано его убрали. Давайте подумаем. Вот по сути, настойка, да. Травяной вкус, как ты сказал. Но разве это не добавляет некое аутентичности, если уже тоже начинается? Нет, аутентичность это чисто из самогона. А этот, первая эмоция была это неприятие. Я когда залил, как Юлик правильно сказал, просто какая-то штука газированная, такое ощущение, будто прожжет тебе рот сейчас. Как будто ты... Тебе надо срочно, блять... Как будто ты Барри Алибасов, и ты хлебнул тарата, и ты... Не, ну я не понимаю, почему у вас нет... Не-не-не, вообще, я не приемлю такой коник. Ты попробуешь яблочный, я думаю, яблочный, он отвечает твоим запросам, о чем ты говоришь, об аутентичности. Это прям вот, знаешь, к бабке пришел алкаш, нахуй, и такой, я тебе поле покажу, блять. Блять, ты не померешь, я только хотел сказать, мы самогонку вообще не покупали, потому что не продавали школьникам самогонку, по какой-то странной причине, у самогонщиков был кодекс чести. И мы бабкам, короче, помогали, картошку перенесли, так, в подвал или это, и вот, один раз нам первач дали, типа такой, там градусов по 80 было, и мы чуть не померли, блять. Но, это не первач, это, как я понимаю, чуть покрепче, вот это вот, настой, это просто вкус детства для меня. Это первач капелька серной кислоты, нахуй. Да блять, нет, все бабки, у меня вот, дед как делал, на апельсиновых корках настаивал, например. У меня бабушка смешивала спирт, варенье и воду. Вот видишь, на варенье как-то. Я говорю, это мое вино. Это такое особенное вино, с которым... 100 тысяч лайков и мы пробуем вино по рецепту бабушки Юлика. Спирт, вода, варенье. А ты это... Нет, лучше давайте 100 тысяч лайков и пробуем Hennessy XO с кабаноном. Ой, блять, какие вы зануды, блять. Вот это будет охуе, это будет контент, блять. Короче, что мы, давайте еще закрепим по полстопочки. Я хочу сказать, что вот это, я не рекомендую никому, блять. А если вы алкаш, блять. Вы слишком категоричны, я не понимаю. Я не настолько категоричен, а где-то между вами, я не говорю, что это прям хороший самогон, но я не говорю, что это плохой самогон. Просто ты его пьешь и ты ощущаешь не то, что ты ожидал ощутить от напиток. Этот самогон нужен для того, чтобы... Ручишки затряслись уже, обратите внимание. Самогон нужен для того, чтобы просто дать друзьям попробовать. У меня Бабкин самогон, нахуй. Вот если они попробуют такой, они не обрадуются. Вообще-то самогон, ребята, нужен, чтобы нахуяриться, блять. А не просто, чтобы дать друзьям попробовать. Нет, ты знаешь, как в элитном обществе ты приезжаешь, заказываешь какие-нибудь экскурсии, как клип Егора Крикрида. Когда мажорный пацан приезжает в деревню, нахуй. И вот ему такое ставят 40, попробуй, блять. Но это не 40, это даже 50. Ну да. 40 грамм, я имею ввиду. А, 40 грамм. Ну, я думаю, в деревне ты меньше сотки пенять делаешься, Ильдар. Это я приехал в Питер с деревни-то, поэтому я тебе по 40 грамм, а в деревне тебе сотку сразу. Иначе не у вас есть. Я просто вижу. Ты понюхай из бутылки и понюхай отсюда. И тебе вот это больше не нравится? Нет, это пиздец. Я... нет. Я не одобряю. Давайте-ка я, может, тогда тяпну её... А, я все стаканы занял. Давайте просто... Ладно, я в конце её сравну, когда мы попробуем... А, что ты пополнил сюда? Вот беленькие. А я попробую попробовать, да. Я попробую попробовать, да. Ну, чтобы расследовать. Товарищ оператор, можно камеру на меня? Я прям чувствую, как Юра, он такой, как бы контент снять, чтобы я бухал, и... Всё, я буду просто снимать, как я дегустирую алкоголь. И вот прям видно, как Юра... Зачем вы все палите мою контору? Он прям такой... Юра меняется, он счастливый пиздец. Да, да, да. Это прям не улыбки читаются. Знаешь, от него и энергетика другая исходит. Да, да, да. Вообще, бля. Он прям совершенно... Зачем вы палите контору? Люди начнут догадываться. Да, да, ну... Я к тому, что Юра... Знаете, сколько я ждал? Этого момента? Знаете, сколько я ждал? Возьмешь Ковы с Минска шёл сюда, вроде. Пыпить, пыпить, пыпить самогонки, бля. И он вроде спорит, но такой, блин, хорошо, что споры есть. Мне нравится, Юра, Юра, зачем мы пьём по второй? Да чтобы распробовать, бля. Пиздец. Ой, бля. Какая там конфетка есть? Может конфета? Ну она чистая, без вкуса, без запаха. Смотрите, я даже не морщусь. Помните, как мы морщились после... Вот тут будет ссылочка, виски, когда мы дегустировали. И мы пили за 300 рублей виски и прям... Отвратительность. Ебочка рубила. А здесь чисто проходит. Прямо... Попробуй заесть. Очень вкусно, с жирным заедать. Я бы даже знаешь, что я сказал? Что идёт лучше, чем дешёвая водка. Помнишь, мы тоже водку пробовали заедать? Да, дешёвую водку. Неплохо. С дешёвым салатом, дешёвой замоком охуенно. Вообще. Конечно, не стал бы, знаешь, сам гнать такую вещь. Тебя бы не получилось. Ну да, но... Если предположить, что ты, например, алкаш, и тебе нет денег на водку... Не обязательно быть алкашем? Ты можешь купить сахар и как бы под себя подкалибровать. Хочешь, настаивай, хочешь не настаивай. У меня Пафану гонит. Пафану? Ну это так... Пафану. Так алкаши и говорят. Пафану несколько пятилитровок может получиться. Такой... Батя, у тебя вот... Ты по Фану гонишь. У тебя получается несколько пятилитровок... Это 20 литров. А почему каждый раз, когда я приезжаю, их не больше трёх? А у меня Батя по Фану грушу пиздит, а потом меня. Слушай, ну вот то, что у папы получается, у него намного ядренее, чем вот это всё. У тебя, наверное, бац ты... Ууууууууууууууууууууууууууоууу! И в баньку! Ну, слушай, ну такой самогон тоже моды есть, конечно. Но это, вот мне кажется, очень ж первача взятия. Я считаю, что самогон, это вот... Ууааа! Руууууухуууууаа! Вот это вот самогон. А это прямо легко идёт. Не самогон. Вообще, на юбичах, сидим, хуяриваем, нормально отвисаем, пацаны. Юра, так пацаны, давайте ещё раз. Да, так что, если хорошо идёт, давайте. Пока плохо не начнёт идти. Пока обратно не начнёт. Я предлагаю тогда кальвадосу или кальвадосу как-то перейти. Но это, конечно, не кальвадос, мне сразу сказали, но это типа яблочный самогонок. Сразу хочется запах. То есть, в принципе, самогонка, она чем хороша? Её гнать можно, хоть из опилок ебаных. Я хочу попробовать вино из изюма. Ты как, выпил уже? Нет, я не выпил. А где колбаса? Всё, кончилось, всё, блядь. Я один кусочек съел. Вы что, всё, и вот... Вот это вот худший тип бутыльников, которые, блядь, видят, нахуй, что бутылка водки лежит и один сырок на троих. И они берут после первого стакана хуяк в пол сырка. Мы тебе больше оставили выпить. Эх, блядь. Мне больше нравится жрать, чем пить. Не могу похвастаться тем же. Я из еды культа не делаю. Это самый нежный самогон, что мы сегодня пили. Ну он как-то вообще даже нежнее. Он даже нежнее, чем вот этот, который прям самый чистый. Видимо, он такой же чистый, но вот этот вкус яблока или что там, он... Не знаю, он больше на водку как-то похож. Боже, мне этот больше понравился. Не прозрачный. Это какой-то такой с привкусом, блядь, не очень приятный. Ну он слишком нежный какой-то. С привкусом сиухи. Блядь. Я тебе говорю, тут не может быть привкусов. Там эти хвосты верха очищаются. Блядь, не запомнил. Напишите в комментах, короче, как вот это вот. Да, короче, технология самогоноварения, она прошла вперед. Теперь все уже не в стиральной машине делается. Там кубы, блядь, как... У них, я думаю, метамфетамин можно варить при желании, блядь. Не стоит, конечно, этого делать. Я не давал вам подсказку. Вот это вот хорошая штука, реально. Я бы ее на первое место поставил, вообще. Ну вообще, если пить, то да, вот этот. Потому что у него меньше всего вкуса, и от него... А почему вот так упорно? Нет, это пиздец. Это вообще поставь на место, блядь. Да, блядь, ну вот... Может, ты кубы жиры меня проведете? Нет, спасибо. А потом вы меня это... Проведете, блядь, ёпта. До реанимации. Да, да, да. Не, ну, я просто... Вы несправедливы к таким вот настойчным, старым самогонам. То есть, это прям... В этом чувствуется... Как ни странно, вот я сказал, пахнет бабушкой. Вот это и есть. Именно от этой хуйни мужики в 50, блядь, умирают, понимаешь? Или живут до 90 от этой хуйни. Сколько таких два, блядь, мужика на всю Россию, блядь? Ну, одного я знал. Дед Пургены. Да. Он до 90 с хуем лет дожил, пил самогон, каждый день курил. Вышел с утра, сказал бабке Пургены, говорит... Ах, типа, наготовь стол поминальной самогонки, нагони, помру к полудню и помер. Был мужик, человек своего слова, сказал с утра, что помрёт. А если б не пил до 120 раз, жил бы, да. Ну, вы тоже такие, конечно, занудые, цеплятся ко всему, может достатковать сети уже... Я просто хочу, всё-таки давайте мы... Нет, ребят... Я чуть-чуть прям с яблочным, мы всё поняли, но мне кажется, вы заслуживаете бабушкин самогон, и люди в комментах этого не... Особенно ты, Ильдар, ты же ездил по деревням. Я с детства в деревне, у меня бабушка в деревне. Я считаю, если вот это смешать с вареньем, будет намного... Как бабушкин вернёт, вы? Бабушкин вернёт. Юрик, ты будешь взять нахуй. Нутеллу, блядь, короче, добавить туда. Голова... Добавить туда кока-колу, а потом вылить самогон и оставить только кока-колу. С нутеллой, блядь, смешать. О, кола с нутеллой. Кола с шейк, блядь. Ну, я... О, он прям сильнейший... Блядь, Юр, можно не пить, пожалуйста? Ну как бы, ну как бы... Я могу тебе отдать свою... Хорошо, давайте я признаю, немного пахнет вот какими-то ссанами тряпами. Да-да-да. Самый малый, да. Но это, я думаю, золотое... Как будто кто-то разлил самогон на пол, помыл и выжел. Вот такой... Вот Андрей засмеялся, потому что он это самое и чувствовал каждое утро. Он машет, что нет, но, скорее всего... Да нормаль... Нет, давайте просто... Знаешь, как все тяжкие, короче, Юра нам хуёво дозы рассчитал, чтобы мы вырубились, блядь, не знаю, чтобы отжать почки. Дадим последний шанс, бабушка. Блядь, у меня слёзы текут, я нюхаю эту хуйню, у меня текут слёзы. Давайте попробуем воспринять это как... Вот представьте, что вам 13 лет, вам не продают самогон, вы пошли передоставляли какой-то... Не, реанимация где-то рядом, да. Родители как бы ещё не скоро приедут, вы им сказали, что уроки пошли учить, и вы как бы... Угу. Вот я во рту прям держу, чтобы вкус распробовать, блядь. И вкус неприятный. Он щипет, колкий такой немножко. Он газированный какой-то. Он неестественный. И согласился просто. Так не должно быть. Просрочно. Такое ощущение, будто бы лекарства со спиртом смешали. Угу. Понимаешь, реально какое-то лекарство супер непри... Ой, блядь, пизду, дай я хлебом. Зверопы какой-то. Ладно. Ой. Чёрт с вами. Действительно, наверное... Ха-ха-ха. Ну блин, ну я так хотел, знаешь, чтобы... А ты ещё чистый сверху накинешь, чтобы точно убедить. Я хотел... Ха-ха-ха. Я хотел, чтобы была какая-нибудь двойственность. Чтобы мы разглядели, типа, разные какие-то плюсы и минусы, но походу... Ты просто не тот самогон выбрал. Самогон всё-таки проделал огромное развитие со времён своего изобретения. То есть, действительно, наверное, сейчас самое главное, чтобы севухи не было. То есть, бабушкина любовь отходит на второй план. Но мне, мне понравилось. То есть, как бы я чувствую, вот, все эти настойки, это фамильные рецепты. Сколько там этой цедры какой-нибудь. У нас стойки тоже разные бывают, так что нельзя ограничиваться одной бутылочкой. Сколько там, на каких именно травах? Столько бабушек, столько и нас. Вы думаете, бабушки, эти... Они самогон... Они самогон гонят дольше, чем существуют компании, которые, блядь, продают эти аппараты. Они... Прикинь, они собрали суперсеть каких-то рецептов таких, как бы... Нет. Поколениями, может быть, поколениями, блядь. Знаешь, я думаю, что нет вопросов вообще, Юра. Но, типа, умираешь от этого раньше намного в итоге, блядь. Пизду. Спасибо. Наверное. Ну, друзья, напишите в комментах ваши, семейные какие-нибудь, фамильные. Если вам не жалко, конечно. Я думаю, рецепт настойки ограничивается тем, что у вас растет в огороде. Ничего тут секретного нету. На лопухе, лопух растет, на лопухе. У нас рябина росла, батя вино из рябины сделал. Такая хуйня получилась. Такая кислая. Ну, все, выпил. Сам дарил, сам выпил. Ну, опять-таки, настойку и на портянках можно делать. Это тоже верно. Но... Да, я, короче, хочу сказать, что, возможно, вы можете поделиться какими-то фамильными рецептами самогонки домашней, которая лучше, чем чистая самогонка. Но чистая самогонка, она по дефолту хороша для тех, кто не любит вот именно, когда жжет, привкусы негативные. Просто чистое опьянение. Вы наливаете, пьете, не чувствуете, вас опьяняет. Допустим, если ты какую-нибудь водку пьешь, там, не знаю, Абсолют какой-то со вкусом или еще что-то, она прикольная. Знаешь, сколько Абсолют стоит? Примерно как мешки с сахаром, блядь, из которых можно... Ты можешь купить одну бутылку Абсолюта? Например, Финляндия в Дьюти Фри недорого стоит. Короче, вот нормально накрыл. Может, нахуй следующий ролик? Давайте просто оценим, насколько тогда самогон опьяняет быстро. Сильно, но мы, блядь, пять рюмок подряд выпили, так что тяжело. А сколько люди обычно пьют, по-твоему? Они собираются и пьют подряд, пока не упадут, блядь, ёпта. Ой, блядя. Короче, будьте осторожны с самогоном. Хованский Юлик и приятный Ильдар рекомендуют вам не пить никогда. Не пить вообще, да. Если пьете самогон, то купите себе какой-нибудь самогонный аппарат, чтобы выходил чистый. Если пьете бабушкин, ну я, в принципе, готов и на такой самогон. Пацаны нет, то есть у них он вызывает отвращение. Они не жили в ебенях и с ними этим самогоном, очевидно, не расплачивались. А у меня это такой нежный вкус прямо из детства. Как бы это ни смешно звучало про самогон. Охота крепко стоила так дорого, ты бездонись, это... Я пиво пил, а не самогон. Они вкусные, блядь. Мы не жестили в подростовом возрасте. Да, да, да. Ну а теперь самое интересное, друзья, на канале приятного Ильдара и Юлика сейчас вышли выпуски Сердец за любовь. Я думаю уже мы там пьяные плюём и дерёмся, я так полагаю. Надеюсь, что вам понравится. Обязательно подпишитесь на Ильдара, на Юлика и самое главное на меня Грандмастера. А, нет, уже Тимофей Грандмастер. У меня на канале теперь есть Майнкрафт, выходит, заходите, пожалуйста, смотрите. Если вы мальчик или девочка, читайте. А Ильдара опять издевается над некрасивыми людьми в своих шоу, типа там... Ну да. А кто же виноват, что мы такие красивые? А у нас... Хардбас. Ещё по одной, Юра. А, давай, ну ладно. Ха-ха-ха!